Строительство скейт-площадки, распределение поступивших субсидий, депутатские запросы и порицание депутатов-прогульщиков. О том, что обсудили на очередном заседании муниципального комитета, расскажем прямо сейчас. Более 26 миллионов рублей в этом году поступили в бюджет Славянки. Краевая субсидия будет распределена на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, ремонт придомовых территорий и благоустройство. У нас поступили субсидии по мероприятиям обеспечения жильем молодых семей в сумме 8 196 816 рублей 19 копеек, на ремонт придомовых территорий 15 251 000, на благоустройство территории будет 3 868 000. Кроме того, ожидается еще одна субсидия в размере 5 миллионов рублей. Эти деньги будут предназначены для строительства в Славянке скейт-площадки. На очередном заседании ЗАГС Собрания Приморского края в Славянке выделена дополнительная субсидия в районе 5 миллионов рублей на строительство скейт-парка. И мы сейчас с депутатами обсудили возможность софинансирования данных работ и место проведения данных работ. Как говорит глава поселения Максим Брынчага, в подстроительство скейт-площадки было предложено 4 варианта размещения. Но самой удачной и подходящей по всем параметрам оказалась территория возле Славянской средней школы номер 2. Депутатам, конечно, надо учесть в бюджете данную сумму. Мы предложим перенести деньги на софинансирование. С какой статьи депутатам надо утвердить это решение, а нам в скором порядке надо провести конкурсные процедуры. Потому что субсидию нам выделить с условием, что мы найдем подрядчика до 15 марта 2022 года. Сроки реализации данной программы до 1 сентября 2022 года. После корректировки бюджета был рассмотрен депутатский запрос, предложенный Натальей Дзис к главному врачу Хасанской ЦРБ Евгению Махине о предоставлении статистики по онкологическим заболеваниям в районе за последние 10 лет. Сегодня на повестке дня рассматривался депутатский запрос Натальи Дзис, но депутатами большинством был отклонен в связи с формальностью. Не было предоставлено проекта данного запроса, но большинством проголосовавших депутатов мы приняли решение. И Наталья Дзис подготовит на следующее заседание проект данного депутатского запроса. И он будет направлен в нашу ХЦРБ для получения статистических данных. Стоит отметить, что депутатские запросы достаточно серьезный инструмент решения проблем избирателей. И народные избранники уже неоднократно его применяли на практике и получали результат. Безусловно, данная работа ведется депутатами и депутатские запросы, они работают. На примере мы можем сегодня сказать про 2000-й агропромышленный комплекс. Нами, депутатами, был организован выход на данное предприятие. После этой инспекции руководством агропромышленного комплекса 2000-й было предоставлено проект мероприятий по устранению замечаний, которые были увидены на данном предприятии. Несколько замечаний были устранены в декабре 2021 года. Сегодня, 19 января, мы получили обновленный проект мероприятий, в котором уже выбрана экологическая компания «Эколоз», которая будет разрабатывать проект нового очистного сооружения. Тем временем, по словам народных избранников, не все депутаты принимают участие в жизни поселения. Так, уже несколько заседаний подряд двое депутатов отсутствуют без уважительной причины. Это депутат Юдин Владимир Михайлович, это депутат Панченко Павел Викторович. Значит, связь с ними, к сожалению, у меня как у председателя потеряна, они не отвечают на телефонные звонки, на электронную почту. И сегодня было принято решение на муниципальном комитете, которое поддержало большинство из депутатов, значит, о том, чтобы эту информацию придать гласности. Народные избранники приняли решение о публичном порицании в СМИ депутатов, отсутствующих более трех заседаний подряд без уважительной причины. Мункомовцы надеются, что такая мера поможет повлиять на коллег и призвать их к дисциплине. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов, Новости Славянки.